Всем привет, братишки и сестренки, с вами Ник Фрост, приболевший, приболевший Ник Фрост, так что с вашего позволения я, возможно, буду иногда хлебать чай, так как сел немного озвучить свои ролики и прям не могу, что-то я на кашель прям срываюсь. Как видите, контратаковал этот самый Токедо. Короче, получилось у меня сыграть отрядом, блин, вот не помню, не хочу обидеть ни Джонни Геймса, ни Николаса Кейджа, кто-то из них предложил этот отряд, и я, наверное, попыток 10, если честно, произвел, чтобы им затащить. Казалось бы, какие сложности могут быть, учитывая, что я подобными отрядами играл, как только начинал знакомство с Mortal Kombat, но никаких проблем у меня не должно было возникнуть. На экране Шаолинь Кунзинь, плюс 1 к 7 силе, кровотечение вторым спецприемом. Кенши, поджиг во время смены, колоссальный урон от второго спецприема, отбор силы. Люка, увеличение урона при смене, а также офигительно быстрый и очень классная комбо номер 2, плюс я ему, по-моему, молот дал, плюс еще увеличенный урон. И когда ты начинаешь делать комбо, и оно плавно перетекает в выполнение второго спецприема, ну просто офигенно. Но какие могут быть проблемы? Никаких, кроме, не будем материться сегодня, кроме чувачков, которые взламывают таланты. Вот с ними у меня были проблемы, реально, не мог затащить, не мог. Просто, ну, как там затащить, когда тебя с двух ударов выносят? Вот я хитро нажал паузу, это, кстати, я вчера играл, вчера у меня было 13-е, 12-е. Обычно я через день ролики выкладываю, но тут я делаю небольшой перерыв, во-первых, и голоса нет, все это дело комментировать. Да и, во-вторых, ну реально мне хреново было, хреново-хреново, вчера реально мне стало чуть легче. И сейчас, кстати, я не знаю, возможно, кто-то ворвется ко мне в комнату, а может и нет. Тут пока мой ребенок в школе я решил записать. Момент. Может, это немного нагло, но мне реально тяжело. Тут главное аккуратно с Рейденом, тут его если валить, то наверняка. Потому что если ты его бьешь или там поджигаешь или еще что-то в этом духе, вы понимаете, что начинается у него регенерация. Отличный Рейден, мне он очень нравится. Кровотечение, отбор силы, регенерация. Появляется при отжиге, при... Короче, что там, блин, отравлении. Ну, короче, реально красавчик, красавчик. По-моему, какие-то голоса в коридоре, наверное, уже моя семья пришла. Ну да ладно. Досмотрим этот ролик. Повезло. Реально. Почему получился этот ролик? Повезло. Не было читера. Не было взломщика талантов. А всех остальных можно затащить любым отрядом. Даже... Я не знаю. Этим ядовитым рептилиям. Одним из двух этих калечных Кану. И Девора. И Чилиной Маткой. Реально можно, блин, затащить у любого отряда. Если, конечно, он не читает. Зачем это делаю? Просто ищет с нему и на всякий случай силеночки у него отобрать. Так как, ну, мудак он еще тот. Все-таки все эти его фишки с отбором силы. Конечно, такой необычный этот Триборг Саб-Зиро. И как-то мне, конечно, в голове не вяжется, что Саб-Зиро может отбирать силу. Как-то это, блин, странно. И то, что он может отравлять, тоже это странно. Но, тем не менее, такого не придумали. Тут я снова решил взглянуть. Че там, Рейден? Да ничего страшного. Ну, подумаешь, на всех будет щит. Ну, подумаешь, два раза будет воскресать Джейсон. Ну, подумаешь, Рейдена нельзя поджигать, отбирать силу и делать все, что мои делают. Кондзен делает кровотечение, а эти два поджигают. Да еще один из них силу отбирает. Кстати, Кондзен, по-моему, тоже силу отбирает. Да, возможно, будет тяжело, но затащить можно. Затащить можно. Главное, чтобы у него таланты не были взломаны. Да, вот видно, я опасаюсь второго спецприема и пуляю просто первым. Пуляю просто первым. Да, он слабо бьет. Но лучше уж так, чем кровотечение. Ой-ой-ой, что тут будет? Тут тянем время, тупо тянем время. Видите, я не сразу нажимаю, а жду, когда, блин, не успел поменяться. План был смениться на Кенши и, понятно, что популять в него первым приемом. Неплохо бьет. Ну, по крайней мере, лучше, чем Кенши Баланс, но не самый сильный Кенши, как вы понимаете. Достаточно старый отряд. Но эти все ребята, по-моему, доступны изначально. В самой первой версии игры они, по-моему, уже есть. В принципе, нормально ими играется. У меня был почти такой же отряд, только кто же здесь был? Только вместо Кенши у меня был Скорпион. Я Скорпионом притягивал. На них действовало оглушение. И менялся на Люкана и добивал. Ну, здесь немного по-другому, но, в принципе, тот же, по сути. Ух ты, ё. Вот это, конечно, геморно, когда срабатывает талант. Ну, лучше так, когда это у чувака не по-настоящему вкачаны, чем когда таланты срабатывают все. Знаете, кто меня добивает? Вот эти ребятки, которые колоссально получают силу от критов. Любой мой удар. То есть, ты делаешь комбас трех ударов, у него сразу же рентген. Блин, вот это геморные парни, реально. Тяжко с ними сражаться. Сегодня, кстати, я тоже затащил, как ни странно. Да. А как тут не затащить, когда ты три бронзы взял? Ни одного читера не встретил. Ну, тут без геморроя на все сыгралось. Хоть бой и достаточно длинный был, но все-таки ребята серьезные были. Эрон Блэк. Ну, так себе Эрон Блэк. Никогда не отличался жизнями, но, в принципе, неплохой урон. Плюс то, что он может пробить вторым себе с приемом. За это я его уважаю. Ну, когда я его прокачивал, всегда он у меня стоял третьим. Всегда он у меня стоял третьим из-за малого количества жизней. Он у меня был чисто на добивание. Еще в те далекие времена, когда не было талантов. То есть выскакивает Эрон Блэк и все, и убивает. Сейчас, конечно, если его даже третьим я ставлю, он выскакивает, отбирает всю житуху и чувака спасает талант. Ну, естественно, он потом валит на его Эрона Блэк. Но до талантов это страшно было. Вот типа отряд, как у него сейчас. Эрон Блэк последний. Китана вот эта вторая. А на первом месте я даже не знаю, кого можно было взять. Мелину, да там кого угодно можно было взять. Вот это приятно. По сути, он бы уже соперник был бы мертв, если бы не таланты. Как вы понимаете, они многое портят. Но в принципе, и с ними можно играть, если они не перекачаны уж очень сильно. Так, ребята, я, блин, хребну еще разок можно. Нет, последний бой, ладно, еще разочек. Хребну этот момент. Реально мне оставались. Чай с лимончиком. Да, тут она типа оружие ломает. Или это другая Таня, не помню. По-моему, это Таня. Что-то там она ломает, по-моему, амуницию. Я как-то в это особо не вникаю. В последнее время я не так дотошно вникаю во все подробности Mortal Kombat. Как бы, кого бы я не собрал, если соперник не читер, я побеждаю. Даже не вникая во все вот эти мутки с тем, что там он вкачал, что там он надел. Да все равно. Если он не взломал таланты, к примеру, или там не стартуют с трема рентгенами, тоже взломанными. Блин, можно победить кем угодно. Наконец-то, наконец-то я смог этим отрядом затащить. Долго не получалось, долго. Я даже вчера, когда я им играл, не с первого раза у меня получилось. Много-много читера я встречал. Вот этот, а ху-ху-ху-ху-ху, что-то там с чем-то, есть там такой чувак. Естественно, вот эти все дебилы также были. Я не знаю, ребята, как у вас. У меня из десяти битв это где-то восемь раз читаки всегда. И частенько даже в первом бою сразу же читер. То есть у меня теперь я просто из десяти битв, возможно, одну могу записать. А раньше, наоборот, они все на канал шли. Ладно, времени нет. Пока. Продолжение следует...